Всем доброго дня! Те, кто меня смотрит в эфире, и тот, кто будет смотреть на записи, я приветствую всех! Следуя своей традиции освещать тематику дня по дням недели, сегодняшний свой эфир я посвящаю детям. У нас сегодня четверг, хозяин дня всем благовы и питер, а детки – это одна из областей, за которую отвечает эта мудрая планета. Ни для кого не секрет, что дети являются важной частью нашей жизни. Но, к сожалению, немногие родители признают за этим маленькими существами полноценные личности, которые пришли на эту землю решать свои задачи, свои и ваши. Величайший педагог современности Шал Александрович Монашвили говорит, что дети – это не наша собственность, они – величайший дар Вселенной, дарованный нам на временное, временное и очень бережное хранение. Ребенок приходит в этот мир совершать то, что ему приписано не для того, чтобы скрасить нашу старость или осуществить наши несбывшиеся мечты, реализовать какие-то наши надежды. Как часто ребенок, родившийся в семье, потом своих врачей, военных, юристов, буквально обречен продолжать традиции своего рода. Родители просто не оставляют его выборы. А ведь у него есть свои мечты, свои задачи, череда своих взлетов и падений, которые он должен пройти. Многие родители это осознают, ограждая свое чадо, как им кажется, от каких-то трудностей. Не пройдя испытаний, мальчик никогда не станет сильным мужчиной. И не испытав боль первой любви, девочка вряд ли станет четкой женщиной. В ведические времена существовала очень мудрая традиция. Как только ребенок учился ползать, он учился ползать, перед ним выставляли четыре предмета. Это книга, оружие, монеты и инструменты. Эти четыре предмета отражали четыре области сферы деятельности. Книга – это духовность, оружие – это воин, естественно, монеты – это торговец, а инструмент – это ремесленник. И трижды ребенку давали возможность ползать к этим предметам. И от того, что ребенок неосознанно выберет, определялась его дальнейшая судьба, то есть его сфера деятельности. Как это мудро. На сегодняшний день существуют все эти сферы, они определены в натальной карте ребенка. Его таланты, его сильные стороны, его предназначения. И все это можно увидеть. Но что же происходит сегодня? Родители, к сожалению, заставляют ребенка поступать в престижные вузы на высокооплачиваемые и востребованные на сегодняшний день профессии. Желания ребенка, его таланты, к сожалению, очень редко учитываются. И вот уставшие от бесконечного круга – дом, работа, работа, дом, деньги, долги – эти уже взрослые люди теряют настоящий смысл жизни. Потому что таланты их так и остались нереализованные, желания не исполненные. Почему? Потому что не дали, не разрешили, посчитали глупостью. Просто как в детстве взяли и наступили песни на горло. Ко мне очень часто на сегодняшний день обращаются люди с вопросом о предназначении. Вот такие взрослые, казалось бы, уже состоявшиеся люди, свои профессии реализованные, но почему-то очень несчастные. Их до сих пор волнует вопрос, а своим ли делом они занимаются. Потому что душа истинная, она ждет потребности своих талантов. Те, которые, к сожалению, были как-то закопаны родителям, не дали просто им реализоваться. Я часто сталкиваюсь с такими людьми на консультациях. Также ко мне обращаются мамы, деток, которые уже окончили среднюю школу. И вот теперь перед ними стоит выбор, в каком направлении идти дальше учиться. На манитарную область, либо техническую. Когда мамы обращаются ко мне с этим вопросом, я им предлагаю задать этот вопрос деткам. Я спрашиваю, а вы своих детей спрашивали, что они сами хотят? На что мамы, очень удивительно, отвечают. А они сами не знают. Я вчера слушала эфир Светочки Дитнер о сложности выбора, как раз-таки вспомнила вот эти ситуации, которые у меня тоже часто бывают. Представляете, как родители воспитывают своих деток, что уже будучи к 16-17-летнему возрасту, они не знают, что они хотят. И главная задача – быть правильным ребенком, угодить папе или маме. А в какой ВУЗ они хотят идти, они понятия не имеют. И вот такие родители с такими детками приходят ко маме. Я часто с этим сталкиваюсь. И поэтому на основе этих всех консультаций я стараюсь писать статьи на эту тему. Вот сейчас вышла в эфир. Мне кажется, она действительно очень актуальна. Спасибо, Рига. Я вам очень благодарна. Она действительно очень часто встречается. Но больше всего моего умиления вызывают молодые мамочки, которые приходят с картами своих малышей. Мне так нравится, что на сегодняшний день они такие мудрые, они такие внимательные, они такие бережные. И что самое главное, они не хотят проводить эксперименты на своих детках способом проб и ошибок. Им важно узнать, с каким багажом пришли их детки на эту землю и какие задачи они призваны решать. Им важно, очень важно, не навредить своим деткам. А как же можно им навредить? Ну, поделюсь сейчас просто с вами примерами и своей практики реальной, как можно навредить ребенку. Ну вот смотрите. Рождается девочка в семье с сильным Марсом. Очень сильным Марсом. И вот этот замечательный ребенок носится по комнате, будучи еще маленькой, сносит все вокруг, ломает посуду, все углы в доме ее. И мама пытается как бы усмирить ее, сажает ее на место и говорит, ты же девочка, как не стыдно. Сажает ее на диванчик куда-нибудь, совает буквально, простите меня, иголку с ниткой и заставляет вышивать ее крестиком. И вот эта бедная девочка садится на диван с чувством обиды, не то на себя, не то на маму. Она просто не понимает, в чем она виновата и что такое девочка, и что ей нужно сделать, чтобы угодить маме. А против огненной своей природы она пойти не может, потому что это ей дано Богом. И вот этот поломанный ребенок, неполноценный уже внутренний, вот эта девочка, она идет дальше по жизни. С чувством вины. Представляете, какой из этой девочки вырастет женщина, которая будет постоянно недолюбленная, прежде всего, сама собой. Потому что мама, когда-то в детстве, ей сказала, что девочка так не должна делать. То есть мама ей говорит о том, что ты неправильно себя ведешь, и твоя природа неправильная. Что же делать в таких случаях? Как же должна сделать гармоничная мама? Ну, что такое у нас Марс? Мама, прежде всего, должна вот эту марсианскую огненную энергию сублимировать и направить правильное русло, гармоничное. Что же такое у нас Марс? Марс – это прежде всего, конечно, спорт. То есть мама может попробовать, во-первых, отдать девочку на спорт какой-то. Если не нравится спорт, можно отдать на танцы. Но, конечно же, не на танцы в ритме вальса, а более-таки энергетичные танцы, которые именно помогут выразить девочке всю ее экспрессию. Ну, это какие-то латинские, латиноамериканские мотивы. Там самбо, румба, сальса. И вот тогда девочка будет очень счастлива, она будет выражать себя через творчество. Что еще? За что еще у нас отвечает Марс? Марс – это кулинария. Именно пекарское, это кондитерское дело. Вот такая мама, она может почаще замешивать со своей дорогой девочкой тесто, именно месить тесто, печь пироги и угощать всех родных и близких. С помощью вот этих примеров также гармонизируется Марс. И когда мама понимает природу своей девочки, не ругает ее за активность, а просто направляет ее грамотно, и девочка растет полноценной, она любит себя, она любит всех окружающих, и из такой девочки вырастает действительно цветок, настоящая женщина. Это один пример с девочкой. Второй пример с мальчиками, диаметрально противоположным. Допустим, рождается в семье мальчик с проблемной луной. О чем это говорит? Это говорит о том, что ребенок уже приходит в этот мир с подсознательными страхами, с врожденными страхами. У него очень тонкая и нежная организация. Возможно, папа этого ребенка, пытаясь сделать из него мужчину, типа мужчины, нацмехается над ним и оставляет его в темной комнате со словами, что мужчина должен быть смелый и храбрый. Чем это может закончиться? В лучшем случае, к сожалению, заиканием. В худшем случае, походом уже к психиатру. Не к психологу, а к психиатру. Этот ребенок интуит. У него, возможно, от рождения ярко выражено созвездие рака. Он очень тонкий, он очень нежный, он очень восприимчивый. И, возможно, в будущем он станет талантливым врачом, психологом. Он будет чувствовать именно души людей, будет понимать, как их лечить. И через свои таланты он сможет принести благо миру. Но папа, гонимый своими мыслями, какими-то желаниями, потащит, простите меня, этого ребенка на стадион, бегать кросс, тягать железки со словами, что ты мужик, ты должен быть сильный, давай будем наращивать мускулатуру. Опять-таки, у этого мальчика начинает расти комплекс неполноценности, потому что ему тяжело тягать эти железки, у него другой талант вообще. В крайнем случае, такого ребенка я рекомендую, ну, физическая нагрузка нужна, конечно, но я рекомендую такого ребенка отправить, например, на плавание, потому что, когда он соприкасается с водой, он чувствует эту стихию воды интуитивно, ему приятно, даже и полезно это все, но не железки тягать и ни в коем случае не бегать по беговой дорожке. Вот родители должны вот это все учитывать, конечно же. И они должны понимать, что, нанося ребенку вот эту душевную травму, они взращивают в нем комплекс неполноценности, ломают ребенка. И потом, вот эти поломанные дети, сегодня уже взрослые дяди и тети штурмуют кабинеты психологов в поисках себя, себя настоящего. Спасибо, Светочка. Спасибо. Себя настоящего, которого закопали в детстве его же родные папа и мама, пытаясь его подстроить под какие-то свои личные представления. Ну, вот такие случаи из своей практики я вам рассказала. О чем это? О том, что очень важно действительно знать природу ребенка. Конечно, в этом помогает карта астрологическая. Но астрология, естественно, это не единственный способ понять своих детей. Хотя он очень эффективно помогает. И я уверена, что за этим способом будущее. но я также уверена, что чуткое материнское сердце всегда найдет способ понять своего ребенка, разобраться в его предназначении, грамотно и очень нежно отделить его детские фантазии от тех задач, которые он призван решать на благо себе и всем окружающим. Ну вот, в принципе, я на сегодня закончила свою тему. Если вам интересно то, как влияет астрология на нашу современную жизнь, на нашу будни, так скажем, подписывайтесь на мою страничку, на мой канал. Я буду стараться записывать дальше интересные видео, именно освещать астрологию в рамках сегодняшнего дня, бытовых таких вопросов, чтобы эту науку сделать из какой-то непонятной, такой загадочной, мордок пугающей, как я говорила в первом своем эфире, превратить в ее обычный инструмент, реальный обычный инструмент, который поможет каждому из нас в решении наших сегодняшних задач.